Хардкор в мире животных, автомат Гаджи, комментатор без единого комментария и вызов Кирилла Тольятти в сторону Никулина и Лендруша, а также их ответы. Все это прямо сейчас. А начнем мы с мира животных в хардкоре. Кто-нибудь мне объяснит, это что за обдолбанный олимпийский мишка на празднике спорта? Паша Техник, кто не знает этого персонажа? Да хоть по-по-римски, это кто там в хардкоре такой умный, что догадался позвать этого индюка? Нет, я все понимаю, хардкор на постоянке зовет каких-то медийных людей для привлечения внимания, но ребята, по-моему, лучше без внимания, чем с такими. Пацаны выходят в эту клетку лица друг друга ломать, и это тело тут исполнять. Короче, ну, лично я этого не понял, я уверен, что многие так же. А далее у нас автомат Гаджи, которого пригласили в качестве комментатора в данный выпуск. Но Гаджи ведь далеко не глупый, он знает, что слово это серебро, а молчание золото. Поэтому 90% своей комментаторской работы он промолчал. Да и правильно, какой еще смысл было что-то говорить, если тут не рыбисты, не турдок, не обсуждали. Можно было и помолчать. В общем, если вам нужен комментатор, у которого, как говорится, слово не воробей, обращайтесь к Гаджи. А далее у нас человек, который верит в себя больше, чем я в то, что земля округлая. Кирилл Тольятти после своей победы над дебютантом лиги начал в своем репертуаре вызывать всех, кого не лень. И Лендруша Копиана, и Тимура Никулина. Смотрим. Так как меня боятся, один из этих людей Тимур Никулин, который в своем недавнем интервью высказался про меня и каждое его слово был наглый пиздеж. Ты трус, ты съебался с этой лиги, как только сюда пришли нормальные бойцы, которые хотят тебя и которые могут тебя отпиздить. Если ты сюда не придешь, я тебе уверяю, где бы тебя не встретил, я тебя убью. Черняева Каролина, ой, то есть Кирилл, пока ты ходишь, какашки пинаешь за двадцатку и начинаешь меня вызывать, ты можешь сесть на кукан своего хозяина. Отпроситься у него и прийти и станцевать для меня «Лебединое озеро», как однажды ты уже станцевал. С любовью, ваш король в плачном бою. Также Кирилл вспомнил Лендруша, напомнив ему, что скоро закончится гран-при и он за ним придет. На что Лендрушка снаречиво ответил себя постом в инстаграм, описав его за секунду до полета на гнездном кукушке. Специально для Кирилла Тольятти, вот рейтинг твоей весовой в хардкоре, гирись с любым и не придумывай велосипед. С Никулиным все равно не договоришься и боя не будет, а Лендруш тебя опять отправит летать на гнездном кукушке. А на сегодня это были все новости, пацаны. Напишите в комментариях, что думаете по поводу всех этих новостей. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и всегда будьте в курсе новостей мира по ММИ и кулачных боев первым.